Как-то один философ сказал, у каждого из нас есть только одно призвание – найти путь к самому себе. Личанин Александр Авдевич в постоянном поиске, и травма, в результате которой он пересел в инвалидную коляску, не помеха. Всех приветствуем с очередной страницы теледневника «Путешествие без границ по Европе на руках». 1 июля путешественник сел на ручной велосипед и отправился в Португалию. Легкой дороги не искал, маршрут проложил через Скандинавию. Сегодня Саша продолжает свой путь по Голландии. Напомним, Александр познакомился с Максимом Красноперовым на нидерландской земле. Из солидарности тот тоже взял ручной велосипед и в данный момент сопровождает нашего земляка к Амстердаму. Вчера путешественники выехали из города Меппен и двинулись к Камерсфорту. Макс, а что это за склады с великами? Что это? А, это привокзальная стоянка. Велосипед – самое популярное средство передвижения в стране. Велосипеды часто воруют, особенно в столице. Поэтому зачастую замки для них стоят вдвое дороже самого велосипеда. Пока Саша едет, расскажу еще немного интересных фактов о Голландии. Голландцы – очень спортивная нация. Многие бегают или занимаются велоспортом практически круглый год. Во время Второй мировой войны немецкая армия вывезла большое количество велосипедов из Голландии. За это местные жители недолюбливают немцев и до сих пор подшучивают над туристами, говоря «верните наши велосипеды». В Голландии самая высокая плотность музеев. На страну с 16 миллионами жителей приходится около тысячи музеев. Плотность населения Голландии также является самой высокой в Европе – 391 человек на квадратный километр. Голландия – одна из самых больших производителей пива в мире. Однако, вопреки этому, голландское пиво не очень примечательно на вкус. Лучшее пиво, по словам специалистов, варят в Германии, Чехии и Бельгии. Основной причиной эмиграции голландцев из стран является плохая погода. В силу морского климата в стране часто идет дождь и дует холодный ветер. В Голландии – 1180 мельниц. По дороге остановились перекусить. Деткам азиатской внешности было интересно познакомиться с необычным путешественником. Ну что, будешь кататься или нет? Говори, будешь кататься? Махафит? Да, фит. Кататься будешь? Махафит. Какау-то. Ого, какау-то. Бьютифл. К сожалению, диалога не получилось. Детвора не знала английский язык. А кое-кто и вовсе еще только учится разговаривать. Хорошенько подкрепиться не удалось. И Александр с новым другом отправились дальше. Вот такие приветливые тут ребята. Всем пока. У Амисфортов все же удалось найти подходящее место, чтобы поесть. О чем говорят мужчины, путешественники в Голландии. Конечно же, о девушках. Если это естественно, то оно красиво. Оно натурально. Да. Ну, ты, кстати, можешь видеть, вот посмотри на девицу вокруг. Макияжа почти нет. То есть они ухоженные, они там тренированные и так далее. Ну, там одна, я вижу, нетренированная пошла. Но практически без макияжа. То есть, может быть, чуть-чуть там реснички подкрашены. Но вот этого марафета, который в наших славянских краях популярен. Здесь такое тоже делают, но в квартале Красной Фонарии. Да, понял. К вечеру они уже были в Амисфорте. Остановились в доме Максима. Сейчас мы завтракаем, едем в бассейн. И потом на интервью с местным телеканалом, да? Вот. Мы продолжим следить за приключениями нашего земляка и держать вас в курсе всех событий его жизни. До завтра в это же время.